И здравствуй, YouTube! С вами Zixxahedge, и вы смотрите шестую серию одиночного LS Play на сборке сервера Swells.com версии 1.6.4. Сборку сервера, кстати, я только что обновил, поэтому думаю, что теперь и остальные мои игроки смогут, наконец, насладиться безглючным тинкерсом. Так, кроме того, я собрал свой последний необходимый мне хлопок. Ну, пока запихнем его в сундук. И, собственно, я разобрался с филером. Проблема была в том, что если мы делаем ему третью ось, если мы его строим еще и вверх, то это пространство должно быть свободным от блоков. У меня, на самом деле, уже возникала такая проблема, но я успешно про нее, естественно, все время забываю. Так что у меня есть очищенное пространство, и я себе, собственно, немножко разметил территорию. Для чего я это сделал? Для того, что строить я буду круглое здание. Да-да, вы не ослышались, в Майнкрафте будет круглое здание. Хотя, я больше уверен, что я не первый, который это делаю, но все-таки. Мне надоело жить в коробках, хочу чего-нибудь такого интересного. Для этого нам с вами, ну, как поможет нам в этом с вами один замечательный предмет из модификации OpenBlocks. Называется этот предмет Building Guide. Делается просто. Кто не знает, что это такое, сейчас вы узнаете. И, я думаю, порадуетесь. Берем наш с вами блок и идем, собственно, к месту, где у нас с вами будет центр нашего здания. Учитывая, что здание, если вы помните, я хочу кругленькое. Где-то здесь у нас должен быть центр. Так, я вот на нем стою. Сюда ставим наш Building Guide. И вот он нам, собственно, с вами нарисовал уже, что характерно, такой купол. Но единственное, что нам нужно его немножко расширить по краям. В эту сторону расширили. В ту сторону расширили, наверное, еще даже на один. Нет, слишком много. Нажимая на его стороны, мы можем ему изменять, соответственно, размер. В большую или меньшую сторону. Так, здесь совпало, здесь совпало. Везде все совпало. В плане высоты, наверное, я хочу немножко повыше. Значит, мне нужно его ударить снизу. Или сверху. Сейчас узнаем. 11, 6, так, понятно. Все-таки сверху. И наш с вами купол становится выше. 11 блоков. Думаю, вполне нам хватит для того, чтобы, так сказать, начать. И, естественно, под ним будет подвал. Подвал, правда уж, извините, будет квадратным. Для этого я, наверное, снова воспользуюсь филером, который у меня даже более того с собой. Итак, у нас есть вот такая вот замечательная разметка нашего дома. Теперь осталось взять строительный материал. Ой-ой-ой. Надо здесь себе уже сделать временную, наверное, какую-нибудь лестницу. А то я однажды все-таки боюсь, что упаду. Так, я здесь, собственно, переделал все свои кирпичи мраморные. Точнее, весь свой мрамор переделал в кирпичи. И можно делать, собственно, как сказать, скажем так, каркас дома. Естественно, строить я это в процессе записи не буду. Это скучно. Кстати, надо еще, наверное, все-таки расширить. Вот этот блок мы ставить не будем. Здесь у нас будет дверка. И с этой стороны, соответственно, тоже надо расширить. Да, вот так как-то побольше пространства. Поприятней. И теперь, соответственно, просто берем и в нужные нам места ставим нужные нам блоки. Таким образом, мы видим, куда нам нужно ставить блоки, чтобы у нас... Ой, не туда. Чтобы у нас с вами получился такой симпатичный округлый домик. Есть еще один предмет, который бы нам позволил строить быстрее. Но, к сожалению, я до сих пор не нашел предмет под названием Division Sigil или Sigil, не знаю как правильно, который бы нам позволил сделать нашу палку строителя. Так что пока что, можно сказать, что наполовину ручками все это дело делаем. Ну, ладно. В принципе... Ой. Что же я все время промахиваюсь. Если вы играете в креативе, можно, собственно, при нажатии Shift и блоком на этот самый, как он называется, Building Guide все вот это вот сразу пространство заменить на нужные нам блоки. Кстати, блин, я все-таки ошибся с размером. Ну, ладно, ничего страшного. Границы чанков, благо, здесь мне не так важны. Для того, чтобы сразу весь этот вот наш купол заменить на нужные нам блоки, и все бы у нас с вами сразу построилось. Ну, мы с вами играем в Survival, поэтому без этого. Надо здесь немножко осветить, чтобы в процессе строительства мне никто не мешал. Ну, собственно, я сейчас дострою вот этот вот свой купол и вернусь. И YouTube, к тому моменту, когда я почти все закончил, я посмотрел на карту сверху и понял, что что-то здесь не так. Какое-то у меня яйцо получается. Когда я пришел вниз и посчитал блоки, понял, что на один-то блок я все-таки ошибся. Эх, теперь у меня домик получился очень странный. Я не хочу жить в яйце. Пожалуй, я сейчас все-таки все это дело попробую переделать. Благо, переделывать все-таки, наверное, немножко будет проще. Так. 9 на 11 на 12. Нет, это еще меньше. 10, 13. А ты по одной умеешь это делать? Почему 11? 12, 13. Собака страшная. Может быть, тебе не нравится то, что я в форме мышки? Или то, что у меня в руках факел? Теперь я понял, из-за чего я ошибся. Кликнул-то я одинаковое количество раз. 12 на 11 на 12. Ну, давайте посмотрим, чем нам это грозит. Сколько я еще времени убью на переделку? Кстати, накопал себе еще мрамора, потому что этот закончился. Могу сказать, что кирка себя пока показывает с хорошей стороны. Вполне себе еще живая. Так, придется здесь немножко доделать, здесь немножко переделать. Ох, ухонюшки. Ладно, попробую все-таки сделать круг. И ютюб, как по мне, так отличный получился шарик. Сверху у меня будет стекло. Я не хочу, чтобы у меня внутри было полностью темно. Так что я себе сделаю стеклянную крышу. Только сделаю я ее не из обычного стекла, а сделаю я ее из Clear Glass и Stinkers Construct. Кто мог, собственно, сомневаться, что я сделаю именно так? Не понял? А, да, у меня там всякие строительные блоки. Я думаю, стека мне для начала хватит. Чтобы сделать такое стекло, мне нужно песок переплавить в плавине из Stinkers. У нас сюда влезло чуть меньше, чем полстека. Ну, ладно, подождем. А, и, собственно... Да, ладно. Пока там все это дело пережаривается и у нас ночь, все-таки надо нам сделать хоппер. Потому что очень хочется это стекло, если честно, автоматически забирать. Так, хоппер, хоппер, хоппер. Что нам нужно? Нам нужно 5 железа и нам нужен сундук. У меня есть с собой немножко дерева. Вполне себе хватит на сундук. Да, и надо уже, наконец, побыстрее закончить домик и выключить Building Guide. Потому что, как вы видите, очень прилично проседает FPS. К сожалению, из-за него. Ну, ладно. Еще, собственно, мне нужен сундук для того, чтобы было куда все это дело складывать. Я его поставлю немножко ниже. Собственно, пока я здесь. Давайте-ка сделаем даже еще один сундук. Потому что я хочу, чтобы у меня начал переплавляться мой кабл. Мой булыжник. Нужно мне это для того, чтобы сделать либо подвал, либо внутренние стены. Я скажу, что у моей печки есть выход справа. Сюда поставлю сундук. Этого будет вполне достаточно, чтобы все то, что в этой печке у нас пережаривается, автоматически попадало в сундук. Возьмем... Так, а я столько зря взял, потому что только сюда не влезет. Второго хоппера у меня тут тоже пока нет. Ну, соответственно, здесь у нас пережаривается наш кабл. Здесь у нас появляются наши камушки. Тут у нас уже закончился уголь. Да, хотя даже, наверное, стек. Пусть дальше питает нашу батарейку, которая даже близко не полная. Ну, ладно. Пусть будет. Так, там тоже все сейчас пережарится. Я очень не хочу туда идти пока ночь. Собственно, давайте-ка, может быть, тогда сделаем кровать. Вроде как у нас уже есть достаточное количество хлопка. Наконец-то. Ну, я надеюсь, что все-таки в конце этой серии мы с вами уже переселимся в новый домик. Я думаю, что пол там будет у меня из обычных досок. Я, собственно, это также сделаю, наверное, за кадром. И, кстати, да, кровать я хочу себе из Carpenter's Block. Такая вот кровать. Мне еще нужны вот такие вот штуки. Так, ну, естественно, не обращайте внимания на неправильную текстуру. Мне нужно много палочек и дерево. Интересно, можно ли там использовать эти палочки. Сейчас заодно и узнаем. Дерево, 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 дерево. Ну, много это я погорячился. Мне их нужно три. Не обращайте внимания на SMS. О, даже слишком много получилось. Ну, ладно. Я все время забываю выключить звук, когда включаю запись. Прошу прощения. Так, у нас получилась кровать. Что это, собственно, за кровать? Самая обыкновенная кровать. Если мы не одно дно, мы можем ее, так сказать, ну, не красить, как это называется правильно. Так, там пока ходят всякие зомбики. Кровать. Из чего я хочу, чтобы у меня была кровать? Хочу какую-нибудь брутальную. Это будет странно, по меньшей мере. А, нет, я не хочу пробовать использовать блоки из Project Red'а с Carpenter'ом, потому что раньше в предыдущей версии были глюки. Так, а что же мне сделать себе кровать? Ну, допустим, Obsidian. Просто берем наш Obsidian и кликаем правой кнопочкой. Это первый Obsidian. И второй Obsidian вот сюда. Черненькая кровать получилась снизу. Сверху. Каким мы хотим цветом кровать сверху? Что бы себе придумать такое? Голову зомби? А, может быть, можно голову крипера? Всегда хотел кровать с одеялом в виде крипера. Так я просто сюда посадил крипера. Какая прелесть. Нет, это не то, что я хотел. Возможно, одеяло нельзя красить, хотя, по-моему, можно было это делать. Давайте попробуем на досках. Нет, так мы просто это ставим. Странно, мне казалось, что я переделал кровать таким способом на своем архитектурном сервере. Ну, странно. Ладно. Нет, значит, нет. Нет, пусть пока она здесь постоит. Кстати, она теперь обсидиановая. Ой-ой-ой. Мне что, теперь ее киркой своей срубать? Так, понятно, обсидиан был не самым правильным решением. И срубается она. Ой, как долго. Эй. Ладно. Вернусь. А, и, собственно, YouTube. Я вспомнил то, что в Карпентере же у нас есть еще два инструмента, которые вполне возможно что-то делают. Давайте-ка на всякий случай себе их сделаем. Я не знаю, насколько я их буду использовать. Но там всего-навсего четыре железа на два инструмента. И к тому же у меня еще остались вот такие фиговинки. Так, я, естественно, опять забыл рецепт. Попробуем вот эту штуку. И... Сделаем еще себе несколько Карпентер-блоков. В любом случае, вдруг ему придется что-то украшать. Карпентер-чизл. Потому что есть у меня ощущение, что при помощи этих инструментов тоже как-то можно было манипулировать цветом кровати. Так, выключим временно показ мобов. Соответственно, что мы сделаем? Сделаем мы очень просто. Мы вот сюда поставим наш хоппер. И рядышком с ним поставим сундук. Сундук. Хоппер. Интересно, он в нужное место? Да, в нужное место подключился. Здесь можно все закрыть. У нас тут, наверное, уже все расплавилось. Что, что, что? Отлично. Зря я подумал то, что у нас закончились проблемы. С тенкерсом. Господи, как он сталь-то сюда умудрился присобачить. А, в итоге все-таки получается чистое стекло. Видимо, опять проблемы с жидкостями. Ничего не помогает в последнее время с жидкостями. Даже переименование всех файлов. Так, чтобы они начинались с больших букв. Потому что раньше это помогало. Был такой хитрый способ. Для того, чтобы все жидкости правильно отображались, нужно было все файлы модов назвать с большой буквы. Ну, ладно. В любом случае, у нас здесь готовится стекло. Здесь у нас с вами уже должно быть какое-то количество камушка. У, 64. Здорово. Давай-ка еще партию. В любом случае, нам их тоже понадобится приличное количество. Потому что домик-то получился не маленький совсем. Ну, 8 стекол мне явно пока мало. Давайте пока подумаем, где у нас будет вход. Я, если честно, думал сделать вход здесь. Но потом я так что-то подумал, что придется тогда, наверное, еще снести часть вот этой горы. И, собственно, почему бы нам не сделать тогда, в таком случае, вход с этой стороны. Прямо вот здесь. Ну и, собственно, нам уже не нужен наш замечательный билдинг-гайд. Все, у нас сейчас должно быть все получше с FPS. Да, вот я вижу, что на записи с 19 стало 32. 30-ю он у меня ограничен. Специально, потому что я записываюсь. Чтобы не было лишних кадров. Так, вот такой вот у нас получился домик. Домик-домик-домик. Так, надо как-то обозначить вход. Навести какую-нибудь красоту. Но это все не сейчас. Это все, как обычно, за кадром. Единственное, что я сделаю сейчас, я себе отсюда немножко сравняю землю. Потому что вот это вот реально раздражает. Так, отлично. Значит, будем делать пол из досок. Будем делать крышу из клер-глесса. И чего? Я вернусь. YouTube, пока я здесь носился и рубил деревья, у меня почти сломались мои инструменты. Собственно, я вам хочу по-быстрому показать, как их починить. Они сделаны у нас из железа. Ну, их оголовье, если быть точным. Их, так сказать, основная часть. Поэтому мы просто возьмем себе пару слитков. Положим сюда инструмент. А сюда материал. Таким вот нехитрым образом. Быстро и дешево. Ну, относительно дешево. Мы с вами починили наши инструменты. Кроме того, я подумал, что мне надоела вот эта вот дверь. Я не хочу, чтобы у меня была такая же дверь там. Но все-таки железная дверь это хорошо. Но для нее нужны либо редстоун рычаги какие-то, либо пластины. Пластины, как вы знаете, даже наши каменные будут реагировать на мобов. То есть мобы смогут к нам попасть в здание. Для того, чтобы этого не случилось, нам нужны обсидиановые плиты. Обсидиана у меня, как вы помните, не очень много. Если честно, мне его жалко. Ну и к тому же я решил, что почему бы не попробовать что-нибудь новенькое. А если быть точным, я хочу заняться вечери. Ну, как заняться? Сделать себе, собственно, из нее дверь. Дверь называется... Рован Вуден Дор. Или как-то так. Да, Рован Вуд Дор. Ну, она еще, как интересно, оказывается, делается. Это не как обычная дверь. Собственно, дверь из рябины. Но одно маленькое но. Для этого мне нужна рябина. Рябина сама по себе в мире не произрастает. Ее нам нужно вывести. Чтобы ее вывести, нам нужен предмет под названием Мутандис. Такой вот мутаген. Делается вот таким вот способом. Нам из этого у нас, можно сказать, что нету почти ничего. Кстати, кактус. Тоже проблема, наверное, будет. Но в любом случае надо попробовать сделать. Чтобы сделать Вуд Эш, и чтобы сделать вот этот вот Hint of Rebirth, нам понадобится предмет. Собственно, из самого вечери под названием Витчерс Овен. То есть, ведьмина печь. Давайте посмотрим, как она делается. Стим Овен, Кок Овен, Витчерс Овен. Делается она. Ммм, много железа. Ну да ладно, давайте сделаем. Еще нам нужны Айрон Бары и еще железо. Короче, много железо. Айрон Бары. Ведерко. И что там? Пять железа. Есть у нас печка. Давайте ее куда-нибудь пока поставим на старой базе, потому что я пока не знаю, где на новой базе у меня вообще что будет лежать. Собственно, питается она любым горючим материалом. Я последний уголь, да, сплавил себе. В двигатель. Так, что у меня еще есть? Хотя я себе починил инструменты, в принципе, можно, наверное, пойти порубить обычных деревьев, но ладно, я думаю, пока можно воспользоваться дубом. Так, нам нужен саплинги, нам точно нужны саплинги. Вот андис. Так, вот вудэш, по-моему, делается при кипячении любого материала, а конкретно хинт оф реберс делается из спрус. Ой-ой-ой-ой-ой, а у меня вот этой елочки-то замечательной и нету. Ладно, чего, тогда я пошел, собственно, опять летать по миру, надеюсь, что найду себе эту несчастную сосну, ель, как ее назвать, не знаю, и вернусь. Ну, с елкой сосной нам повезло намного больше, я ее нашел быстрее. И, собственно, смотрите, какие здесь еще есть красивые деревья из, не знаю, какого мода, но вот сам по себе, как сказать, лед из чизла. Симпатично выглядит. Ну, ладно, я, пожалуй, срублю сосну и потом еще поищу кактусы. Ммм, YouTube, смотрите, что я увидел. Но при всем при этом я нашел деревню, очень странно выглядящую, из Аркадии, как дерево называется, Аркадия. По-моему, очень прикольно выглядит. Правда, при всем при этом, что-то во всей этой деревне я пока не смог найти ничего ценного, разве что вот что любопытно, есть всякие кусочки из Тинкерс Констракта. И более того, стоят столики всякие и прочие из этого же самого Тинкерс Констракта инструменты. Даже Стенцл Тейбл есть. Ну, второй этаж. Я сомневаюсь, что здесь что-то есть. Да, тут ничего нет. Ну и по традиции зайдем в высокую башню, которая, наверное, Саундкрафт, если ничего не поменялось. Ну, да, немножко Саундкрафта. Два Саундминакона мне точно не нужно. Дата остального, в принципе, не откажусь. Сэкономлю себе одну книжку. Да, второго этажа нету. Ну, точнее, сундука на втором этаже нету. Так, а вот, собственно, иночка. Ладно, полетаем еще по деревне. Все-таки очень хочется найти кактус, потому что без него у меня ничего не выйдет. Ты кто? Ага, ты библиотекарь. Я у тебя могу спереть книжек. Пожалуй, это я и сделаю. Хе, Ютуб, вы не поверите. Я нашел еще одну деревню и нашел в сундуке Мутандис. Причем сундук очень странно спрятан. Тут еще какой-то котел. Что за котел? А, обычный котел. Называется Апосекари. Или Апосек, не помню. Короче, аптека. Апосекари. Интересно, что еще. Кроме того, я так и не смог найти кактус. Я не знаю, что у меня за мир такой сгенерировался. Я, на самом деле, уже долго здесь достаточно летаю. Почему-то все бестолку, все бесполезно. Мисткрафт мне, я думаю, пока не нужен. Может быть, и вообще в этом сезоне обойдемся как-нибудь без него. Тут ничего интересного. Книжек я уже натырил. Необходимых мне. Да, ну Мутандис, собственно, один. А мне этого будет явно мало. Мне все-таки придется искать эти дурацкие кактусы. Кактусы и еще более дурацкие яйца. Которые я тоже пока не смог найти. Хотя кур встречал немало. Одни сома-номиконы. Какой ужас. И выше, наверное, как обычно, ничего нету. Тут просто иногда стоит второй сундук. Поэтому не хотелось бы его случайно пропустить. Эх, ладно, продолжу поиски. И счастье-то какое, господи. Ну и, естественно, как обычно, они находились от меня. Буквально в паре шагов. А я облетел тут, понимаешь, полмира. Пожалуй, соберу все, которые смогу найти. Где-нибудь их поставлю. Расти. Фу, блин, стоило ради этого так мучиться. Хотя, ладно, десять у меня есть. Пусть эти растут. Даже поставлю сюда. Букмарк. Вдруг придется вернуться. Ладно, пойду их теперь посажу. И попробую найти яйца. Надеюсь, что это тоже не на полтора часа. Очень надеюсь. Ладно, вернусь. Ютуб, вроде все. Я надеюсь, что девяти яиц мне, по крайней мере, сейчас хватит. Ну, если не хватит, даже не знаю. Видимо, не судьба. Значит, будем продолжать с вами в следующей серии. Потому что, если честно, я уже не могу сегодня больше ничего искать. Тут побивал кальмаров немножко. Себе немножко заболмилил, собственно, саплингов. От спрус давайте возьмем, что нам еще раз нужно. Посмотрим. Один кактус нужен. Один бонмилл. Хинт оф реберс. Да, нам еще нужны такие вот штуки. Делаются из глины. Где наша глина? Раз, два, три, четыре. Пять. Да, пусть будет восемь. Есть у меня ощущение, что с первого раза нам не поможет. Нам не повезет. Поэтому сделаем сразу несколько. Так. И зажарим. О, еда моя. Готово. Да, кстати, пока я тут носился по полям, нашел такого, как называется, пшеничного человека. И, собственно, из модификации Вичери, также это World Giant от Вичери, собственно, собрал с него немножко пшеницы, чтобы сделать из этой пшеницы хлебушек. А хлебушек мы можем с вами... Хлебушек мы можем с вами переделать в такие вот корочки. И между ними поместим наш стейк. Вот, получается, бутербродики. Те самые из Useful Food, которые моя самая любимая еда. Ну, не только в Майнкрафте, но и, в принципе, тоже. Так, у нас есть горшочки. Давайте поместим их, кувшины, в печку. Да, давайте воспользуемся с фрусфудом, он нам все, наверное, не нужен. И немножко саплингов, пусть будет половина. Давай, жарься. Посмотрим, насколько у нас еще получится. Я все это время говорил куда-то вверх. Их. Так, мы сделали кувшины. У нас получился Woodash. Нам бы все-таки получить дыхание... Вот оно. Не дыхание, как сказать. Подсказка к воскрешению. Не знаю, как назвать. Ну, Hint of Rebirth, пусть и будет Hint of Rebirth. Вот даже еще один получился. Хорош. Три Woodash. Так, Мандрей Крут. Woodash нужно, кстати, четыре. Ну, давай тогда еще сделаем. И остальное положим сюда. Так, 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 кактус. Куда я делал кактусы, кроме того, что я их посадил? Я что, их всех посадил? У меня их было десять штук всего. А-а-а! О, ну, два уже даже немножко выросли. Попробуем с них снять верхнюю часть. Отлично, один кактус есть. Нам больше пока и не надо. Как же хорошо, что у меня есть мышь. Не было бы у меня мыши, я бы уже, наверное, свихнулся. Искать эти несчастные кактусы. И яйца. Так, кактус грин. Один Bonn Mill. Вот этого добра, я думаю, сейчас у нас будет немало, потому что я специально за ним ходил в Незер. Для того, чтобы растить свои деревья. И срубил там каменное дерево. Так, яйцо. Корень Мандрагоры. Есть у меня, кстати, семена Мандрагоры. Есть. Тем более, тогда Bonn Mill понадобится. Мандрагора очень странное растение. Оно будет пытаться нас убить, когда мы попытаемся ее собрать. Кстати, я, если честно, не помню, работает ли на нее Bonn Mill. Давайте выясним. Работает. Так, надо поесть. Мич на готове. Вот оно носится, бешеная. Стой. Стой, хреновина. Так, я получил ее корень. И получил себе его морф. Не знаю, зачем мне его морф, но пусть будет. Так. Тут все успешно сделалось. Давайте сделаем мутандис. Восемь штук у нас есть, плюс один мы нашли с вами в домике. Так, теперь давайте выберем какой-нибудь росток. Нам нужен какой-нибудь росток. Ну, конечно, вот не хотелось бы на это тратить березу. На, вот какой-то росток. Что-то росток. Это вообще куст. Нам бы вот именно росток от дерева. Да ладно, пусть будет береза. Где он был? Вот он был. И теперь на него плавненько будем капать мутандисом. Смотреть, во что он превращается. Так, чего-то этот росток не хочет нифига превращаться. Видимо, береза для этого не подходит. Попробуем. Давайте попробуем с травой. Цветочек. Джангл. Дуб. Алдор. Это еще один, собственно, вид дерева из вычери. Грессблок. Спеннишмосс. Ну, в принципе, тоже неплохая вещь, но пока нам не нужна. Эмбермосс. Дэдбуш. Глинтвид. Хоуторн. Не судьба. Давайте сделаем еще один. Нам для этого, кстати, нужен еще один корень мандрагоры. Сейчас оно опять будет орать бешеным голосом. А, еще и ночь. Пожалуй, надо поспать. Я так и знал, что у нас с вами ничего не получится с первого раза. Так, утро. Выросло. Собираемся. Орем. Носимся. Сдыхаем. Даем мне то, что надо. Отлично. Ой. Как я ненавижу головокружение. Так, у меня... Опять что-то не хватает. Ну ладно, нам для того, чтобы сделать wood ash, нам нужно совершенно любое дерево. Поэтому воспользуемся обычными саплингами. Хотя, кстати, насколько я помню, чтобы получить wood ash, не обязательно все это делать в ведьмовой печи. Можно это делать в обычной печи. Давайте, собственно, кстати, попробуем, так ли это. По крайней мере, здесь это будет быстрее. Wood ash. Да, отлично. Ну тогда вот так сделаем. А то вдруг еще восьми нам не хватит. Так, яйца есть. Кактуса нет. Да, я же только один приготовил. Наивный. Думал, что мне на все хватит. Ну вот ты еще и уничтожился, да? Ну вот спасибо тебе большое. Ай. Так, этот я успел поймать. Ну тогда уж сразу и этот надо срубить. Два. Семена какие-то валяются. Еще wood ash. Раз, cactus green. Два, cactus green, bone meal есть. Все есть. И еще восемь. Ну будем надеяться, что нам повезет еще раз. Точнее, что нам повезет в этот раз. А то сейчас опять придется вызывать этот бешеный цветок. Так, где я здесь эксперименты проводил? Где-то же здесь дело-то было. А, вот он. Вот он, странный куст под названием боярышник. Роуэн. Ура! Рябина. Так, я если честно не помню Зачем она мне была нужна Она мне была нужна как Саплинг Или она мне была, не понял, как Хоуторн Только что же была ремина Че за нафиг Да, вечери все еще в бете Поэтому вот такие вот моменты Имеют место быть К сожалению Так, ну я думаю, что Учитывая то, что вы все видели Что я себе смог вывести эту фиговину Я думаю, что если я ее сейчас сочетырю То вы на меня не обидитесь А, YouTube у меня По какой-то причине вылетел Minecraft Когда я себе попытался начетырить Саплинг Более того, у меня пропал куда-то Хоуторн Я не знаю При этом сейчас я смог вырастить здесь эту несчастную рябину Почему-то запись еще к тому же не включилась Но я теперь не могу ее срубить Меня почему-то откатывает назад Не знаю, с чем это связано Вот видите Я снова откатила Так что боюсь, что не судьба нам с вами заниматься вечери Видимо, надо подождать обновление мода Все-таки она в бете Причем в жестокой достаточно бете Значит, мы с вами занимались фигней последние Несколько часов Ну, вы несколько минут А я несколько часов Так, ну я вообще-то теперь отсюда смогу улететь У меня теперь отличное уродливое дерево стоит Которое вообще исчезло Превратилось в березу Какая прелесть А, нет, вот оно Просто меня выкинуло Так, ладно, я его больше не буду трогать Значит, нужно нам с вами придумать какой-то другой способ Но, как я уже говорил, у меня сейчас Опаньки Нету желания этим заниматься Что происходит? Так, слава богу, у меня кровать на месте Я почему-то упал Что-то очень странное произошло Ладно, будем надеяться, что все мои предметы в сохранности А может быть и нет Какая-то фигня происходит Ладно, YouTube, прошу прощения Я буду сейчас, видимо, разбираться со своим Майнкрафтом И если у меня это займет непродолжительное время То мы с вами еще попрощаемся А, YouTube, какой-то дурацкий кальмар Который сквит Чуть не не положил локальный сервер Ой, как все сейчас быстро-то стало вдруг Если кому интересно Вот такие показатели у меня были Под TPS-у 0.6 TPS Почему же ничего не работало? А это какой-то застрявший дурацкий кальмар Да, нужно выйти Из креатива Какая замечательная вещь Так, главная моя кирка Со мной Мои инструменты со мной И мой меч со мной Так, не буду я, пожалуй, больше проводить эксперименты В свитчере Так что давайте по-быстрому все-таки сделаем Фиг с ней Pressure plate Из обсидиана Как мне не хотелось этого делать Ну вот она Нужно два обсидиана на одну То есть в итоге нам надо четыре Хотя нет Нам надо два А для Плиты изнутри Мне подойдет вполне Обычные доски Я надеюсь, что внутрь Я никаких криперов пускать не буду И у меня там все будет замечательно Хотя у меня такая уже была Ладно, будет еще одна И, собственно, раз, два, три, четыре, пять, шесть На железную дверь Ну, прошу прощения за такую сумбурную в итоге серию Если честно, я не думаю, что все так плохо в свитчере Потому что когда я в ней Пытался разобраться Когда я делал, собственно, обзор Все было намного веселей Хотя, возможно, и сейчас было бы все тоже веселей Может быть, во всем виноват кальмар Но я, пожалуй, это буду проверять уже за кадром Мне неохота, если честно, сейчас вас этим грузить Нет, не нравится Давайте сделаем вот так Сюда поставим обсидиановую, соответственно, плиту И она реагирует только на игроков Сюда поставим такую плиту Она реагирует на все Ну и ладно Эх, да, ладно Тогда, видимо, за кадром я все-таки здесь Немножко благоустрою домик Заделаю стены березой Которыми я с собой нету И вернемся в следующей серии Чтобы, собственно, начать сам по себе переезд Потому что я думаю, что домик к тому моменту уже будет готов Ну что, YouTube, спасибо за то, что досмотрели до конца Если досмотрели Все-таки надеюсь, что вам понравилось Конечно, я понимаю, что не все так гладко получилось, как мне хотелось бы Но, тем не менее Ладно, увидимся в следующий раз Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok